Ну что ж, приветствую всех настоящих ценителей бокса. Давайте обсудим ничью между Стивенсоном, Адонисом и Баду Джеком. Еще до боя очень многие, даже если чуть ли не все, заметили, что бой-то предстоит очень мутный. Почему? Потому что сначала у букмекеров фаворитом был Адонис Стивенсон. Если бы вы на него поставили 1 доллар, то при его победе вам обещали к вашему доллару всего 40 центов. То есть довольно как бы сильный фаворит Стивенсон. И то, я думаю, был учтен возраст, потому что неизвестно было в 40,5 лет, в какой он форме подойдет. Я, например, гадая на кофейной гуще, предположил, что Стивенсон подойдет в хорошей форме. Ведь он боксирует всего раз в год, а это значит, что целых 10 месяцев в году он как бы пасется на вольных хлебах, его не трогают ни допинг-службы, не нужно ему ни гонять вес в течение года. Как бы все сделано, чтобы в крутой форме подойти. Но чем ближе шло к бою, тем больше появлялось каких-то слухов, недомолвок и менялись коэффициенты. То есть за несколько часов перед боем, ну, например, у такого букмекера, как Фон Бет, а Донни Стивенсон, до этого будучи фаворитом, фактически, ну, как бы два к одному, да, фаворитом, он стал аутсайдером. Ну, таким аутсайдером чуть-чуть. То есть фаворитом, наоборот, стал Баду Джек. Ну, это говорит понятно о чем. Это говорит о том, что перед боем прошла какая-то информация в узком кругу лиц, что поменялся расклад сил, то есть что-то стало как бы им известно. Никто не знает, что, это можно только гадать. В принципе, после боя уже понятно, что стало известно. Можно было, например, предполагать, что там подкупились судьи, там, да, или этот Баду Джек в какой-то мега форме вышел там супер. Ну, скорее, думаю, специалистам, вот, ну, это даже не только, что они там как-то супер разбираются, а что кто, как бы, близко ко всему этому стоит и знает лично, стало известно, что Стивенсон все же он реально, ну, подсел, как бы, да, уже сказался на нем возраст, и он вышел, отбоксировал на, действительно, на более тихой волне. Но здесь есть же заслуга и Баду Джека тоже, потому что он, видать, это все как-то понимал, он его команда, и он очень верно распределил силы и очень верно действовал. То есть он первую половину боя отдал вчистую, но, опять же, как он ее отдал? Из хороших моментов, Баду Джек, он все время двигался по кругу. То есть с такими людьми, как Стивенсон, кто, ну, жестко бьет, принимает удары, самое глупое, что можно сделать, это или стоять на месте, да, или, там, ну, отходить по прямой назад. Баду Джек же так не делал вообще, то есть он ногами все время, как бы, кружил, ну, в общем, перемещение в сторону делал на ногах, ну, и там уклонялся чуть-чуть, в общем, короче, не стоял вообще. Ну, чуть-чуть, бывало, там, встал, перекрылся, сразу же опять стал двигаться. То есть сбивал прицел, короче, этому Стивенсуну. И он так отдал всю первую половину боя, то есть он даже не пытался как-то конкурентно боксировать, чисто, ну, огрызался, как бы, сливав все. Ну, он это сделал специально, как уже потом стало понятно, в расчете на то, что Стивенсуну не хватит кондиций, что он замедлится, как бы, да, что станет менее взрывным во второй половине боя, сядет. И ровно так и произошло. И дальше, собственно, Баду Джек проявил там волю, характер и все такое. И красавец, ну, в общем-то, да, в смысле, дали ничью. Не знаю, он там победил, не победил, это кто как считает, даже не беру судить. Бой был реально конкурентным. Что еще хочу от себя добавить. Вот что, например, было интересно. Когда поменялись коэффициенты, то стало понятно, что бой крайне мутный. Я, например, с точки зрения ставок, какой-то выгоды из этого извлечь для себя не сумел. То есть я в последний момент с коэффициентом 1.95, да, поставил на Стивенсона некую сумму, не рассчитывая, что это как-то там непременно пройдет. Просто для, как бы, азарта было интересно, чем закончится. А вот, например, я знаю некоторые, вот я слежу, в частности, за, правильно, главное сейчас сказать, боксинг-бэтс-блок Дмитрий Моисеев, да? Он, например, сориентировался и поставил и на ничью, и на то, что бой перевалит за 9,5 раундов. И получилось у него, ну, обе ставки зашли. Собственно, с чем его и поздравляю. То есть, получается, даже из таких, как бы, довольно мутных ситуаций можно извлечь для себя пользу. Ну что, спасибо, что посмотрели данное видео. Всем счастливо, до новых встреч!